привет я оля свекла арт и сегодня рисую открытку рисую на не очень хорошего качества бумаги и хочу показать что даже на такой бумаге можно быстро и просто нарисовать такой незамысловатый сюжет я буду рисовать лебединую пару самое сложное в этом рисунке это пожалуй линейный сам рисунок карандашом как его делать я показывать к сожалению не буду обычно это делаю быстро легкими движениями как вижу форму так и и изображая без каких-то особых прорисовок а уже акварель я начинаю прорабатывать от пятна все объекты бумага у меня сегодня чисто целлюлозная плотностью 200 грамм на квадратный метр фактура у нее яичная скорлупа это бумага от гузнак рисовать как обычно я буду в ограниченной палитре что это значит это значит что я не буду использовать целую кучу разных цветов я возьму только несколько основных здесь будет 4-5 цветов лебеди у меня белые поэтому я начинаю работу с них оттеняя их какие-то части где отражается либо вода либо они в тени для них я использую желтый это желтая охра синий это ультрамарин и каплю кое-где розовый это у меня карминовая все краски в несколько литр кроме желтая охра желтая охра у меня вангог в синий также будет и фон то есть вода можно было и фон сделать ультрамарином я сегодня решила фон сделать более таким темным глубоким поэтому я буду использовать индон треновый синий а может быть это же каплю можно добавить индига также для клювов лебединых понадобится капелька оранжевого цвета его можно смешать из желтой охры с карминовой но я взяла чисто оранжевый цвет можно взять пример от несколько палитры золотистую смотрю где какие перышки у лебедей хочется оттенить и смесью из трех основных цветов желтый синий и розовый варьируя то в сторону красного розового то в сторону желтого либо синего я делаю интересные переливающиеся тени после того как работа над этим тенями закончена лебеди очень белый очень нежные такие прозрачные поэтому тут не переборщить с тенями я перехожу к изображению фона частично увлажняю бумагу около лебедей не касаясь их касаться я буду уже краской водой я лишь увлажняю вокруг них чтобы краски было куда перетекать не было четкого края моего фона а уже потом намешав индон треновый синий кое-где добавляю капельку индиго для более интересного эффекта я очень аккуратно в то же время быстро стараюсь заполнить фон вокруг лебедей сверху он будет более однотонный без излишней пестроты потому что эта вода уходящая вдаль она немного такая размыта в нашем видении а снизу можно добавить отблесков лебедей каких-то намеков на волн или рябь напомню что бумага у меня сегодня целлюлозные не плотная поэтому работать надо крайне быстро аккуратно но быстро бумага быстро высыхает поэтому у меня будут стыки если я буду затягивать проработкой фона стараюсь там где вот я оставила момент работы над фоном стараюсь что тот момент был наиболее увлажнен что там капля воды висела чтобы я когда вернулась к этому моменту у меня не было стыка был плавный переход из цвета в цвет часто возникает вопросы какими кистями я пользуюсь но конкретно для подобных работ нет принципиальной разницы какую кисточку выбрать выбираем ту который удобно работать вам в данном случае мне важен острый кончик острая вершинка для этого я выбираю синтетику в данном случае синтетика от малевич мне эти кисточки удобные очень нравится не надо забывать о том что когда работаем синтетикой на ней может нависать капли воды и не очень тазировано отдавать ее на бумагу поэтому в другой руке у меня обычно есть мягкая впитывающая стряпочка либо салфетка для фона также я использовала синтетику кисть я угла увлажняла фон ну это синтетика была покрупнее это кисть из икеи также я люблю работе колонковыми кисточками для данной работы повторюсь нет принципиальной разницы работаю я снизу вверх это мне позволяет сверху вверху сделать более плавный фон как я уже говорила размытый а внизу можно позволить себе четкие границы и вот сейчас я дошла до момента где изображаю воду в которой отражаются лебеди соответственно там будут белыми пастероватые какие-то такие полосы чтобы показать что действительно водная гладь там можно уже позволить себе работать четкими штрихами без большого размытия подхожу к заключительному этапу мои открытки я изображаю клювики очень очень аккуратно потому что работа довольно мелкая это открыточный формат 10 на 15 поэтому тоненькой тоненькой кисточкой я показываю края их клювиков точнее клювики будут у меня оранжевые а вот края клювиков должны быть затемнен и поэтому тоже очень дозированные аккуратно в оранжевые фрагменты клювов я ввожу еще и темный цвет можно взять для этого серую пейну совсем капелюшечка понадобится либо смешать также из моих трех основных используемых цветов это эндонтреновый желтый и розовый также нужно показать угол на головах у лебедей есть такие темные фрагменты поэтому также я здесь использую серую пейну показываю глазкам вот эти темные моменты еще забыла рассказать про один важный момент обратите внимание мой небольшой листочек акварельной бумаги 10 на 15 размеров я закрепила к планшету зачем я это сделала к мини планшету сейчас расскажу что это такое дело в том что бумага всего 200 грамм на квадратный метр и она очень сильно деформируется при заливке несмотря на такой маленький формат поэтому листочек канцелярскими зажимами я прижимаю прикрепляю к моему самодельному планшету сделан он из досточки для лепки его вырезала такого же размера и мне очень удобно рисовать на нем открытки с двух с четырех сторон я зафиксировала открыточку и она у меня прекрасно держится после высыхания получается практически идеально ровная ну вот в общем то и закончила я работу над лебедями мне немножечко не хватило теней поэтому своей смесью уже готова я их немного усилила и получилась вот такая простая 15-минутная акварельная открытка спасибо что были со мной и до новых встреч